Готова? Да. Вспомните, пожалуйста, предвоенные годы, как чувствовалось, что война будет. Говорили об этом. Вы знаете что? У меня брат был в армии, постарше меня. И он прислал письмо, и так было написано, что если это письмо попадет в цензуру, то оно, меня тогда, говорит, не знаю что. Папа, мама, он родителям писал, вот, ждите, вот-вот будет война. Вот. Если, говорит, сможете, закупить продукт хоть немножко. Ну, так и делали. Конечно, отец был когда-то тоже военный у меня. Он, ну, как, я не знаю, как вам сказать, какая тогда война-то была. Тоже у нас с Германией была война-то. Первая, первая. Вот. И он раненый. У него голова была вся разбита. Вот. И мать тоже больная была. Мы переехали в Дмитровский район. В Дмитровском районе немножко пожили. Ну, как, я лет в колхозе отработала. А осенью нас взяли в декабре, в ноябре, наверное, в ноябре месяце 42-го года. Нас от военкомата. Мы не знали, куда нас погонят. А скажите, пожалуйста, сейчас, извините, как вы узнали, что война началась? По радио услышали? Да, по радио. По радио. Продолжайте, пожалуйста. Вот. Здесь такие бомбежки тоже были. Будь здоров. С этого. Со стадиона мы жили на Мичуре. На Мичуре знаете где? Да. Вот. Там у нас, мы в бараке жили. Комната у нас там была. Второго брата тоже забрали. Три брата у меня на фронте были. Два не вернулись. Вот. Но мы. Да, осень-то я поработала в колхозе-то. В колхозе поработала. А осень-то вот с военкомат нас и взяли. Взяли, а куда повезут, не знаем. На сутки продуктов и смена белья. Ну вот везут, не знаем, куда нас, куда повезут. А нас на Торфоболото. Это станция Орудьева Дмитровского района. Вот. И там я до конца доработала окончание войны. Вот. И нас были забыли. Всё. Ну вот расскажите, пожалуйста, как вы служили. Что делали там? Ну что делала? Я всё делала. Ну расскажите, пожалуйста. Там всё заставляли делать. Сначала мы грузили вагоны. Вагоны грузили. Вот четверо. Четыре девушки. И нужно нагрузить вагон. А там этот... Где линии, это самые. Они всё время шли военные эшелоны. Идут эшелоны. И к такому часу нужно нагрузить этот вагон. Вот 60 тонн вагон. За четыре, за пять часов мы нагружали. Руки были. Вот это вот место. У меня года два не сходили эти мозоли сухие. Уже демблизовался я всё. Как кожа были. Ну вот. Ну вот так вот и закончилось. Какой-то яркий эпизод, может быть, можете рассказать? Ну а какой, я не знаю какой. Я попал там под вагонетку. Меня подавило. Значит, склады были все торфом. Где? Сейчас. Где это? Вагоны стоят. А тут склад. С другого склада возили, с болота оттуда, сюда на станцию. Привезут, а мы тут грузили. И если не сядешь на свою вагонку, это тритон там в этой вагонке, то нужно тогда по всем этим вагонкам бежать на свою вагонку. А у меня первой была вагонка. Вот. И я попала, сколезнулась, не попала на эти, на буферат, а попала между ними. И меня тащил метров двадцать, наверное. У меня вся грудь была сдавлена, и тут низ весь сдавлен. А вот это вот место у меня было, вот я не преувеличиваю, как вам сказать, вот такая вот, как нарастет, кровь запеклась. И долго я лежала в больнице, а там больница какая была, положили ничего, никаких препаратов, ни лекарств, ничего нет. А на нас внимания уже не обращали там. Ну вот только так и могу. А потом я стала работать. Везде меня заставляли работать. Ну как везде, где я смогла. Я попала в подсобное хозяйство там. Значит, это подсобное хозяйство. Мы сажали морковь, лук для этого предприятия, для торфоболота. Вот, теперь, еще чего, картошку сажали, все это делали. И меня послали учиться на ващеводов в Можайск. А приехали в Можайск, там ничего не найдешь нигде. Там весь он разбит был. Где-то какой-то, я не знаю, там как двухэтажный здание остался, вот отбит, прям как отбито, на второй этаж. Мы поднялись с одной девочкой, там Зин, ее звать была. Фамилии уже теперь забыла все. Вот. И нас встретили, которые там говорят, а у нас уже курс кончились. Говорят, вы ему, это говорит, знаете, как картошку сажать. Ну мы посмеялись и все. Вот, говорит, я вам дам, говорит, справку. На 10 дней, что вы здесь были. Поезжайте домой и отдохните. Хорошо, как добрый. Ага. Ну и вот, и мы пришли домой. Сразу, я была в Дмитровском районе, а это в Краснозаводске девочка была со мной. Там со всех сторон ведь были. Отравление было нам, у нас там очень большое. 10 дней хлеба не давали, не было хлеба. Вот. Потом дали нам вместо хлеба, эти, ой, сейчас не скажу, салу, шпик. Шпик дали. А мы глупые все были. Наелись, это уж пик, и все перетравились. 200 человек отравилось. И вот лежали все в бараках. Вонь была не войти в этот барак. Ну вы представляете, что это такое. Медсестра, врач и санитарка ходили, лекарства у них, ведро, кувшин какой-то, бетон. Вот паили, нас отпаивали. Вот такие вот у нас только всего у меня. Остальное все. Остальное все здесь. Я здесь долго прожила. Я с 37-го года здесь. В Дмитровском районе я там мало жила. Значит, в каком? В 30-ти. В 38-м. А в 48-м году мы уже сюда с мужем приехали. Я вышла там замуж. И приехали с мужем сюда обратно. И вот проживаю уже с 38-го года тоже. С 48-го. Это уже полностью. Вот то, что я вам могу сказать. Это интересно. Интересно. Скажите, пожалуйста, а помощь союзников как-то ощущалась? Вооружением там или едой, вот, то, что шпик, это же, да, наверное? Да, туда? Да, вам. Нет, не доходило ничего. Да что вы! Бульон дадут в суп. Там или две крупинки не найдешь. Да и кашу. Шлепнут ее, она там вся разварена, жидкая. Да ложку масла окунуть там у себя в этой, где у них масло. Да сверху она же расплывет с маслом быстро. Масла нет, а прусский. Вот и все, все то, что нас чем кормили. Ну вот в подсобной, когда хозяйстве мы работали, мы зиму в хранилище перебирали картошку. Там печка топилась, там мы были вот так вот сыты, картошкой. И этим были рады. Ну конечно. Вот. И этим были рады. Ну то расскажите, пожалуйста, про День Победы. Как вы встретили День Победы, как узнали, что чувствовали? В День Победы я, у меня была увольнительная. Мы ходили оттуда по увольнительным, по увольнительным. Вот. И я уже собралась, у меня рюкзак был за перечами выходить. Было, ну, у родителей. Отца тоже не было, а мать. Мать и сестра, они вместе жили. Вот. И я, этот рюкзак у меня прибежала в сестре на Золовка. Она работала в Сельсовете с секретарем. И говорит, война кончилась. Вот тогда я и узнала. И все равно нужно было идти туда. День Победы все равно работали, да? Ну так я же, у меня увольнительный по этот день. Ага. Ой, Господи. У меня, мы, когда я работала там, дадут выходной. Когда был нам не выходной, а увольнительный, увольнительный дадут. А мать, дочка, там Нюр-то, голодный, с ребятишками. Вези картошку ею. Это Нюр, это значит сноха, старшего брата, жена. А у него трое ребят было. Вот мешок картошки на меня, и я как лошадка поехала с этим картошком. Приехала на Савеловский вокзал, отсюда уже ехала. А очередь за билетом была, ну, я не знаю, как вам сказать, миллионная народу. И вот впереди меня, а мы как одевают нас. Веревочка попоясана, брюки ватные, телогрейка. Вот. А у меня женщина впереди мне, говорит, дочка. Что-то, а милиционер женщина. Что-то, говорит, милиционер на тебя присматривается. А мне бояться нечего. Чего я боюсь-то? Дальше-то меня уже не возьмут никуда. Да уж и войне-то конец подходит. Вот. А я говорю, ну и пусть посмотрит. Наверное, моя одежда ей нравится. Вот. Потом смотрю, наведет мужчину, этого милиционера. Гражданочка, следовать за нами. Я говорю, что такое? Вам сказали следовать за нами с такой взрослой. И вот ведут меня по подвалу, где-то, по-темному. И этот милиционер спрашивает. У вас водка и папирос есть? Я говорю, откуда они у меня есть? Я не курю и не пью. Ну и приводят меня к этому. Ох как. К дежурному. А я иду, я с ними ругаюсь просто. Иду. Я говорю, что вы меня забрали-то? Дальше-то вы меня не погоните. Иди-иди, не разговаривай. Ну думаю, что ж тут, а то и по шее дадут. Ну вот. Пришла эта дежурная, говорит, ну что, кого вы привели? Это вот дезертир привели. Достаю эту увольнительную и кладу ему на стол. А он на нее и говорит, иди возьми билет на эту милиционера, которую привел. И посади ее в этот вагон, чтобы она не опоздала. Я говорю, спрашивают, водка у меня или папироса. Откуда у меня, какие водку? Вот. Ну и все. И отпустили меня. Посадили меня в вагон. Посадил все. Это милиционер. Ругается. Не могла поскромнее сказать. Я говорю, а вы не могли поскромнее спросить у меня? Конечно. Что я и откуда? Ну вот. Все поубидала. Ладно, спасибо, Татьяна Григорьевна. Не будем вас... Ну, смотрите, что-то книжек. Ну, вот еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вы книжки какие-то читаете сейчас? Про войну или что-то такое? Ничего я уже не читаю. Я уже не вижу. Я вижу вон в телевизор какие крупные буквы. А еще помельче я уже не вижу. Ну, ладно, тогда и все. Спасибо.